Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Ищенко Людмила Дмитриевна. Что случилось у вас? Ну, у меня моей подругой случилась неприятность. Ей 84 года. К ней пришли клиенты, или как их назвать, я даже не знаю, чтобы оформить заказ на окно и дверь и утепление стены балконной. И она их пустила, подписала договор и уплатила 2440 гривен. Я пришла в тот день, это 5-го было, я пришла вечером к ней искать паспорт, потому что она забывает, где наложит паспорт. Вот, ну, потому что 9-го числа у нее пенсия, чтобы положить на место, где положено. Она вытаскивает паспорт с документами, вот эти договора. Я когда прочитала эти договора, я была расстроена до ужаса. Я за это, и за эти договора, и к этому товарищу Юрию Сергеевичу. Я пока его нашла, это круглый дом. Ни вывески, ни режима работы, ничего. Ленина 91. Ленина 91. Ни режима работы, ничего нет. Благодаря мне подсказали, хотя я когда заходила в каждое отделение, где там кто работает, она говорит, к нему, его не первые вы ищете, не первые. Говорит, его все ищут, но мы не знаем где, ну подойдите к концу. Но потом по телефону, мне помогли там, телевизоры ремонтируют, и мне помогли, и он сказал, где я тогда зашла к нему. Я зашла к нему, поздоровалась, ну как положено, все, и рассказываю эту ситуацию. Она сама подписала, вот ее подпись и все. Я говорю, у человека пенсия 1690 гривен. Как она вам возместит 11800? За счет чего? Она не возместит вам их. Во-первых, мы только выписали ее с больницы. Вот. Иногда у нее есть пропадание памяти. Вот. У нее я возмещу через суд. Как вы возместите? Как? Еще раз, женщине сколько? 84 года. Вы почему ей помогаете? Я ее сотрудница. Мы вместе так это прогулку делали. Я одинокая тоже. Живем мы рядом. Она 34-24. Я герой Листаренграда 24. Я же еще раз повторяю, вместе проработали 43 года. Вы как подружка, как волонтер, посещаете ее, скупится. Она часто выходит из дому? Она раньше часто выходила, а сейчас нет. То есть вы ей продукты покупаете? Покупаю продукты, что она скажет, я покупаю. Общая сумма сделки какая? 11800. Она заплатила? 2440. То есть они взяли порядка 20%. Получается, грубо говоря, понятно. И теперь с судом они намеренно ее хотят поставить долги. Ну я, значит, обратилась к депутатам сюда, обратилась. Мы ездили вчера. То договор, во всяком случае, с ним наразговаривали. Нормально, все. Все было нормально. Обоюдное решение предложили, чтобы он прервал договор и вернул эти деньги. Где я эти деньги возьму? Я деньги от вас послал на заботу. Вот это его аргумент. С ним долго беседовались. А, и это самое. Вот это самое. У меня прокурор есть знакомый, все прочее. Набрал телефон кого-то и Олегу Александровичу дал поговорить с ним. Притом мне прокурор не... Вы с прокурором не разговаривали? Нет, в Полтавской области. Не Полтава, не Полтавской области, а Кировограда. Хорошо, понятно. Какое отношение имеет Кировоградский прокурор в Полтавской области? Я, конечно, в этом не разбираюсь, но просто так. Добрый день, Олег Александрович. Добрый день. Что, по сути, скажете эту ситуацию? Продолжение этой разговоры, что произошло сейчас с заявницей, между вами и заявницей, я хочу зазначити наступное. Вчера, когда мы появились в офисе этого предпринимателя Куліша Юрия Сергеевича, который находится за адресой улицы Небесной, Сотни, 91, колишняя Леніна, мы предложили разорвать договор в порядке, предоставлено с законом, в котором четко прописано, что договор разорвается в способ, который был укладен. Но он, используя ситуацию, просил проконсультироваться с юристом, после чего принес слушание, и голос, который был на том конце, погрожая тем, что он является заступником прокурора Кировоградской области, а Куліш является его другом, мы должны оставить его друга в спокойствии и не заважать ему работать. Иначе он будет использовать другие меры влияния, а также он сегодня о 9 утра должен быть под своим другом Кулішовым, этот заступник прокурора, появится до Офиса принимательства Народного депутата Каплина. Мы его ждем, но пока уже некоторая часа никто не появился, поэтому мы еще немного ждем, если будет необходимость, то сделаем следующий визит к нему. Фамилию свою называл этот прокурор? Нет, он не назвал, он истерично кричал, что он всех поставил на место за своего друга. Понятно. Спасибо. Ждем тогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова